В краевой столице усилят борьбу с амброзией. Наступающий август – это время, когда карантин и сорняк начинает цветение, и в воздухе оказывается максимальное количество аллергенной пыльцы. Борьба с опасным растением сейчас в активной фазе, и самое пристальное внимание к заброшенным стройплощадкам, доступ к которым зачастую затруднен. Как правило, именно там сорняк цветет буйным цветом. Об этом говорили на аппаратном совещании в мэрии. Глава города потребовал не снижать темпов борьбы с амброзией. Там, где не состоялось строительство жилых домов, забитые сваи, прямо на берегу, где мы остановили строительство, там сегодня требуется немедленно покос и приведение в порядок. Но я не исключаю, что таких территорий еще полным-полно. Все их пройти, все везде навести порядок. Вместе с главами округов организуйте поко, чтобы к концу завтрашнего дня ни одной территории у нас не было. Еще одна актуальная тема городской планерки – незаконные врезки в Ливневке, которые ухудшают экологию краевого центра. С марта в Краснодаре работает комиссия, члены которой следят за появлением несанкционированных стоков. Уже обследовано более 76 километров коллекторов. Составлено 105 административных протоколов. Обнаружено около тысячи незаконных врезок и сейчас идет работа по их устранению. Владимир Явланов отметил, одна из важных задач сегодня – не допустить слива канализационных вод в городские пруды и реку Кубань. Все стоки должны проходить через очистные сооружения, подчеркнул городоначальник. Нужно начинать отрабатывать с водоканала вопрос по переводу стоков, вернее, ливневых и канализационных совмещенных коллекторов на очистные сооружения канализации. В связи с 40-градусной жарой в Краснодаре глава города поручил противопожарной службе усилить профилактическую работу с гражданами, а также на случай аварийных отключений электроэнергии подготовить достаточное количество автономных дизельных электростанций для питания социальных объектов, в первую очередь детских садов. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится весь август.